Здравствуйте. Это канал Главные новости Казахстана. В Казахстане после беспорядков арестовали 35 экстремистов. Прокуратура Казахстана после январских беспорядков задержаны 35 членов экстремистских движений. В Казахстане после январских беспорядков задержали 35 членов запрещенных экстремистских движений, заявил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Резабе Кожаров. Но, сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений, цитирует его РИА Новости. Ажаров уточнил, что в Алма-Ате была задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения, у них было найдено огнестрельное оружие. Кроме того, надзорное ведомство подозревает некоторых руководителей силовых ведомств страны в намеренном саботаже. Действие спецподразделений правопорядка, добавил Ажаров. В начале января в Казахстане прошли протесты на фоне двукратного повышения цен на жиженный нефтяной газ, которым многие граждане заправляют свои автомобили. Позднее они переросли в беспорядки, активизировались мародеры и радикалы, власти ввели режим ЧП и обратились за помощью ВОДКБ, которая направила в Казахстан миротворцев. 19 января. Командующий миротворческим контингентом Андрей Сердюков заявил, что миссия ОДКБ в стране официально завершена. Ранее радиоспутник сообщила об аресте в Казахстане бывшего зампреда комитета национальной безопасности Деулета Яргожина. Более 1,5 тысячи единиц оружия, в том числе гранатометы, пулеметы, автоматы из арсеналов МВД и комитета национальной безопасности попало руки погромщиков. В Казахстане, сообщил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Резабе Кожаров. К сожалению, имели место и такие факты, когда вопреки интересам государственной и общественной безопасности сотрудники, не оказав сопротивления, оставили здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находилось оружие и боеприпасы. В руки погромщиков попал огромный арсенал, более полутора тысяч единиц. В их числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. И это не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов, сказал он на брифинге в понедельник. Что вы думаете по этому поводу? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.